Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова с вами я. Сразу хочу напомнить, что эта передача была придумана нами в целях развития гражданского общества на территории нашей республики, чтобы жители нашей республики знали свои права, знали, как защитить их свои права. И в рамках этой передачи мы показываем тех активных граждан, которые проживают на территории нашей республики. Сегодня у нас в гостях подполковник внутренних дел, уважаемый человек нашей республики. И он является членом избирательной комиссии с правом мешающего голоса Республиканской избирательной комиссии Анкудаев Владимир Андреевич. Владимир Андреевич, поприветствуйте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые зрители, наши почитатели этой программы. Предваряя свое интервью, хочу поздравить мужское население нашей республики с наступающим днем, с нашим праздником, с днем Отечества, защитников Отечества. Санал, значит, несколько поправок. Еще и Сагансар же у нас будет. А, кстати, еще и Сагансар, да. Санал, у нас, значит, несколько поправок. Значит, я подполковник юстиции в отставке, значит, заслуженный юрист республики Калмытия, член Совета регионального отделения партии Справедливой России в Калмытии и, вы правильно сказали, значит, член избиркома с правом решающего голоса от партии Справедливой России. От партии Справедливой России? Да, от партии Справедливой России. Вы, я знаю, что там, сколько, 16, да, или 12? 16 членов комиссии. В комиссии? 12. 12 членов комиссии, 6 от главы, 6 от Хурала. Вы от? Я от, значит, я не на постоянной основе, я работаю. Нет, вы от Хурала или от главы республики? От Хурала. Вы от Хурала, да. А, потому что представляете политическую партию. Да, да, да. Ну, Леонид Андреевич, скажите, как получилось так, что вы, если вы являетесь членом избиркома, то как вы появились там, как, ну, грубо говоря, как вы появились в региональной политике нашей, да, потому что вы лицо, партии Справедливой России в избирательной комиссии. Хотелось бы вот это услышать и... Ну, как я пришел, значит, в региональную политику, значит, анонсируя, значит, да, вы сказали, что я, значит, проработал в правоохранительных органах, значит, мы, значит, породы своей деятельности не должны были, значит, симпатизировать, работать в сфере, значит, политики. Вот, я был аполитичен. И вот когда, значит, ушел на пенсию, значит, я решил, значит, как-то чем-то, значит, помочь, значит, чаяниях народа, значит, проблемах социальных, значит, да, потому что я симпатизировал, значит, из всех партий, я больше симпатизировал партии Справедливой России. Она мне, значит, по своей сущности, значит, была близка по ее тезисам, значит, по ее деятельности. Поэтому, значит, вот где-то в 2018 году, значит, я пришел в местное региональное отделение, обратился к Наталье Сергеевне Манжиковой и, значит, предложил свои услуги, значит, поработать на выборах народных Уралов. Это 2018 год. А, то есть, вы сами пришли по собственной системе? Да, я сам попросился, да, значит, она узнала о том, что у меня юридическое образование, значит, да, дала согласие, значит. Ну, еще у вас опыт же, правоохранительные органы, правоохранительные работы. Да, 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 значит, я согласился и, значит, был, значит, в качестве члена избирательной комиссии на одном из участков, значит, конкретно на 15-м участке, с правом совмещательного голоса я, значит, должен был там осуществлять выборную деятельность. Этот участок расположен, был в здании медколледжа, значит, значит, сейчас заменка здесь, можно, потом обрежем. В здании медколледжа, значит, готовясь к выборам, значит, я посмотрел видеоролики, прочел федеральный закон, значит, отдельные документы нормативные, и, как бы, чтобы не просто идти так на обум, да, а готовился намеренно, значит, чтобы активно, правильно осуществлять свою деятельность на этом избирательном участке. Значит, вместе со мной также на этом избирательном участке, значит, работала и моя коллега по партии, значит, Татьяна Сангаджиева. Это шлем комиссии с правом решающего был? Нет, она была, значит, в качестве наблюдателя, в качестве наблюдателя, в качестве наблюдателя. Значит, вы помните, что до выборов, значит, у нас был принят федеральный, пресловутый федеральный закон о пенсиях, вот. Значит, и народ ногами проголосовал вот эти выборы в Народный Хурал 2018 года. Это выразилось в явке избирателей. Вот, допустим, на этом участке, значит, да, примерно проголосовало, я сейчас не помню, да, где-то порядка 600-700 избирателей, то есть явка была низкая, вот, народ был, значит, возмущен. Помните, вот эти, сколько полемики было, сколько, значит, вопросов, значит, и явка была очень низкая, значит. Ну, в дневное время, значит, с 8 до 20, значит, процесс проходил вело-текущий, значит, люди приходили, голосовали, вот. Самое интересное, значит, началось после закрытия избирательного участка. На подсчете? После закрытия избирательного участка, значит, да. Так, у нас в помещении избиркома остались, значит, представители Единой России, значит, коммунистической партии и, значит, мы. И, значит, сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли, значит, деятельность по охране этого избирательного участка. Ну, я уже говорил, что, значит, явка была низкая и подсчет бюллетеней, значит, закончился где-то часов в 11, в начале 12, то есть бюллетеней же было мало подсчетов. Тем более, значит, вы помните, значит, 9 партий, значит, да, в избирательной кампании участвовало, значит, да, и представители этих партий, значит, участвовали в качестве членов избирательной комиссии с правом решающего голоса участвовали в подсчете голосов. Значит, я же, как член избиркома на этом участке с правом совещательного голоса, значит, на первых порах пытался, значит, подойти к столу, где непосредственно производился подсчет. Значит, мне ставили припоны, значит, ну, я, значит, переговорив, значит, с председателем этого участка, убедил его, что я не нарушаю порядок, и по, значит, по своим правам, я как член с правом совещательного голоса, мог находиться непосредственно у стола, где производился подсчет, куда высыпали, значит, бюллетени из стационарного ящика и из ящиков, вернее, ящиков, которые... Которые выезжали, значит, вместе... Да, урн, да, правильно. Везерные урны. Из урн, да. Вот. Значит, весь процесс подсчета голосов, значит, нами, значит, производился на телефон. То есть, производился видеозапись. Буквально мы все, весь процесс записывали. Значит, нарезу с этим, значит, да, я порекомендовал, значит, и снимать еще увеличенную форму протокола, потому что там, значит, после подсчета должны были заноситься эти показатели, которые были указаны в соответствующих графах увеличенной формы протокола. Вот. Все, значит, подсчет закончился. Значит, я потребовал, значит, копию протокола, значит, она мне, значит, на первых порах, значит, не выдавалась. Она председатель комиссии, да? Председатель комиссии, да. Значит, я, значит, ее требовал, значит, однако он говорил, значит, под различными предлогами, что не готово, значит, хотя уже все это было подсчитано, значит, оформлено, говорил, что завис компьютер и так далее. И вот в такой полемике совместно с председателем, я до 6 часов утра не мог получить копию протокола. Он ссылался все время председателя комиссии на то, чтобы программа зависла, и он не может подготовить. Я поставил в известность руководитель партии, мне порекомендовали покинуть помещение избиркома, я ушел. Но уходя, я поставил в известность председателя о том, что мы записали подсчет голосов. Наряду с этим мы, кроме записи подсчета голосов, надиктовывали обстановку на этом избирательном участке. Я на телефон надиктовывал, что творится, что происходит, свои отношения выражал на телефон. Все это тоже я записывал. Производил я видеосъемку, как мы спали в холле медколледжа на стульях в ожидании протокола. Как я говорил, я не дождался протокола, ушел домой. На другой день мне позвонили, сказали, что в глаз выборы внесли совсем другие данные. А как было после окончания протокола, по итогам подсчетов голосов, партия «Единая Россия» набрала 179 голосов. Я это хорошо запомню. На втором месте КПРФ, 125 голосов. И «Справедливая Россия» 115. И другие там оставшиеся 6 партий набрали, кто больше, кто меньше, голосов. А оказалось, значит, глаз выборы в «Единая Россия» в цифрах где-то за 300. За 300. Вернее, около 300 или за 300, сейчас не помню. Взяли голоса у КПРФ, там где-то, сейчас я не помню, порядка 5 бюллетеней было, а у нас 100 бюллетеней. 100 бюллетеней. А у других партий, кроме гражданской платформы, обнулили вообще, ничего не оказалось. Какие мои последующие действия были? По прошествии двух дней у меня попросили интервью покойный Саша Инвильдинов, корреспондент Элистинского курьера. Далее я издал интервью этой газете, изложил обстановку, как проходило, озвучил количество набранных голосов, бюллетеней, свое отношение. И помимо юридической стороны, я в своем интервью этой газете Элистинскому курьеру сделал акцент на моральную сторону. Вот смотрите, получается как, люди, которые все это делали, будем говорить, мы живем в буддийской республике, правильно? Все ходят в хуру, молятся, во многих семьях есть домашние алтари, мы поклоняемся, молимся, просим Будды. И тут же мы будем говорить, грешим, обманываем. Как это сочетать? Это я в газете тоже сделал, в своем интервью отразил юридическую сторону и, будем говорить, моральную сторону. Дальше. Что? Вот сделано интервью в Элистинском курьере. Я как правоохранитель думал, соответствующие ведомства, органы мониторят, сети, СМИ. В частности, правоохранительные органы, они должны мониторить. Почему? Допустим, информация, изложенная в СМИ с признаками противоправного деяния, является основанием для проведения доследственной проверки. Проходит время, смотрю, никакой реакции нет. А то есть никто не реагировал? Никто ничего не вызвал меня, допустим, не следует... А в интервью в Элистинском курьере вы говорили, что у вас есть видеозапись, да? Конечно, я и все как было. Никто не отреагировал? Никто не отреагировал, да. Тем более, я же говорю, что соответствующие органы должны реагировать на такую информацию сразу же. И это является, там прописано в УПК, является основанием для проведения доследственной проверки. Ну, время прошло, значит, я тогда направился, значит, в Следственный комитет. Следственный комитет. Я, во-первых, видят, значит, присутствие там на избирательном участке, и как следователь, да, значит, еще раз посмотрел, значит, уголовный кодек с комментариями, да, здесь полностью был состав статьи 142-й с назначком 1, уголовный кодек. То есть, квалификация итогов выбора. Значит, я пришел в Следственный комитет, написал заявление, как законопослушный гражданин. Будучи был предупрежден задачей ложных показаний, что я несу ответственность. Все это я изложил. Значит, тоже по УПК, значит, там как правоохранитель должен реагировать алгоритм действий. Он, значит, должен, значит, приняв мое заявление, значит, провести проверку в рамках, ну, 10 дней. Если, допустим, преступление серьезное, он может продлить проверку эту. Значит, опять выждал 10 дней, никакой реакции нет. В Следственном комитете. В Следственном комитете. Значит, потом мне пришло уведомление о том, что мое заявление было направлено, значит, к избирателю комиссии республики. Что состав выздоровления его смотрели. Да. Вот. И направили туда. Ну, я так, конечно, так возмутился, потому что, значит, здесь наличит состав этого преступления. Квалификация итогов выбора, значит, да. Я тогда по электронной почте обратился в администрацию президента, значит, избирком ЦИК Российской Федерации. И в Следственный комитет в расследование обратился. И только после их реакции, значит, да, здесь возбудили уголовное дело. Кто отреагировал? Непосредственно. Непосредственно, я думаю, по линии Следственного комитета, наверное, там какой-то накачка была, наверное, да, и они вынуждены были возбудить уголовное дело. Ну, здесь как, смотрите, вот, смотрите, декларируется о том, что следствие у нас независимое, да, независимое. Ну, что мешало, допустим, сотруднику, который проводил проверку, да, проверить, что вот здесь запись есть, да, я указал заявление, что есть запись, там, да, все это. Значит, они, может быть, появились фамилии, знали, что я работал в следственных органах, коллега, да, вот, они могли это самое, как его, возбудить уголовное дело. Конечно. Не теряя, значит, времени, да, возбудить, а фактически следствие затянулось, знаете, несложное вроде бы дело, да, затянулось оно где-то так, 7-8 месяцев. То есть они продлевали все время. Следственный комитет, да, значит, вот, в сентябре они возбудили где-то, и вот, в мае только вот человек этот был привлечен, вернее, осужден, вынесен приговор в отношении председателя. Один человек? Один человек, да. Так, кстати, по расследованию, да, вот смотрите, как мы, значит, доказали, значит, да, я считаю, что, идя на, выборы, значит, в статусе наблюдателя, допустим, члена избиркома с правом совещательного голоса, нужно быть готовым, значит, прочитать, во-первых, закон, просмотреть видеоролики, да, вот. И правильно документировать, да, чтобы легче было, значит, допустим, увлечить недобросовестных, значит, сотрудников, значит, да, в обмане, в фальсификации. Значит, мы как делали, как получилось? Вот когда они высыпали на стол из ящиков, из урон бюллетеней, значит, там производилась сортировка их по партии. Вот, допустим, справедливая Россия, 115, с опочкой, значит, мы записываем, значит, бедна стопка. Потом они на эту стопку воздружают табличку. Шариды в России. Табличку, да, справедливая Россия. Секретарь этой комиссии, да, значит, вот на этом участке, а на других участках не знаю как, в углу этой таблички пишет количество бюллетеней. Количество бюллетеней. И аналогично вот все по всем партиям, да, по всем партиям, по 9 партиям. Где-то стопки толще, где-то меньше, правильно? Значит, мы крупным, мы записывали, крупным платом старались захватить вот эти стопки, да, потом, значит, вот эти цирплены на это. И это стало большим подспорьем, значит, вручений вот этих недобросовестных членов комиссий, чтобы их привлечь к уголовной ответственности. Вопрос, как ставился, я так думаю. Вот они говорят, что мы там все правильно делали, да, допустим. Ну, я бы предъявил бы видеозапись, как вы можете объяснить, что, допустим, в ГАЗ-выборы, да, ноль. Ноль партий, допустим, ЛДПР, хотя на 39 бюллетеней она была. Было у вас. Да, 39. А на столе же стопка бедна, и эта цифра 39 на табличке бедна, правильно? Конечно. И тут он также и другие. Значит, я же говорю, четыре партии. Они специфицировали, что четыре партии якобы набрали, да, а остальные не набрали. Ну, никто не проголосовал за него. Не проголосовало, да. Хотя я потом слышал, что вот на этом избирательном участке председатель ЛДПР выскворил, значит, он сам голосовал, значит, его знакомый, а их партия, значит... Сам за себя голосовал, голосом не получил. Вот. Потом я, периодически, мы, значит, записывали, значит, показывали увеличенную форму протокола. Она до утра, она так и она не была не заполнена. Не заполнена, да. Это признанно, когда, допустим, увеличенная форма протокола не заполнена. Это, во-первых, административная промышленность, а еще это, как бы, мы сами понимаете, что какие-то другие цифры будут начать. Не, ну, даже если они вам говорят, что то, что сломан компьютер, и мы не можем вывести это все с электронного носителя на бумажную, но увеличенный фон, они обязаны это сделать. Конечно, конечно, да. Но они этого не сделали для того, чтобы их подтасовать. И у меня вот такой вопрос, да, Владимир Владимирович? Вы очень хорошую тему затронули, поскольку я... Вот я всегда говорю о выборах, о том, что мы должны научиться правильно выбирать правильных людей, да. Вот я из-за этого ходил к дебютатам, что это... Вот как вы думаете, вот в том же 2014 году, да, когда у вас был такой бардак, на всех ли участок... Нет, в 2018. А, в 2018 году. Да, точно, в 2018 году. На всех ли избирательных участок были такие нарушения? А вот смотрите, правильный вопрос задали, да. Вот смотрите, я еще говорил вам, да, явка была низкая. Подсчет голосов где-то закончился, ну где-то больше, ну где-то, ну пусть в 12 часов. Вот с этого времени... Это вы руками, без Каибов. Без Каибов, да. Ну подсчет людей, явка низкая была, это же отмечено в этих итоговых документах, да. Вот смотрите, а как правило, мы потом анализировали у себя, да, протоколы, копии протокола выдавались под утро. Да, вот что за это время нужно делать там, блин. Вот смотрите, подсчет голосов закончился. Должны сразу, подсчет закончился, пока оформили там время от блюда, да, и выдавались, да. Ну пусть в первом часу, ладно, я допускаю, в первом часу. Ну выдавались-то, знаете, в 8 часов. Утром, в 9 часов. О чем это говорит? О том, чтобы эта работа велась. Вот смотрите, вот опять возвращаясь к 15-му участку. Председатель, я когда уходил, председатель этого участка, да, значит, пожилой человек, да, пожилой человек. Я когда уходил с избирательного участка, значит, я предупредил, мы записали все это, подсчет, подсчет голосов, да. Тем не менее, да, значит, вот смотрите, там партия победила, да, Единая Россия, 179 голосов, да. Значит, тем не менее, значит, гас выборы 300 с лишним. Ему нужно было 300 сделать, а не 170. То есть процент не устраивал, понимаете, процент. И я думаю, чтобы, когда наша партия кандидатов своих, да, подвигала, у нас бы еще, возможно, прошел бы еще человек один туда. У нас же сейчас фракция, да, в народном праве, да, из двух человек всего, да, видите. Так, так вы не ответили на мой вопрос. На остальных участках возможно было такое? Конечно. Безусловно, да. Вы очень хорошую тему дотронули. Что нам делать при таких, вот я говорю всегда, мы должны научиться выбирать правильных людей и правильно выбирать. Вот что нам, вот вы один из тех, кто тоже разделяет эту точку зрения. Вы еще даже в избирательной комиссии находите. Что нам для этого делать? Нам, обычным гражданам, населению, что делать, чтобы правильно выбирать людей? Вот смотрите, да, в одной из передач, я вашу программу смотрю, вы проанонсировали, значит, о том, что на следующие выборы, да, допустим, Госдуму, там, да, вы будете готовить наблюдателей. Мы хотим уже, вот, скорее всего, с марта или апреля месяца мы будем обучать, кто хочет, кто желающие люди, кто будут сами обучаться, приходить, а к выборам ближе. У нас же выборы будут и в районном муниципальном образовании, в сентябре месяце, я думаю, там, с июля, с августа вообще, наверное, такую, ну, если мы обучим этих людей с апреля, вот, там, до июля обучим, то они уже будут массово обучать по Калмыкину, в районы отправлять. Ну, если, я думаю, если, ну, я думаю, мы со своими оберем таких людей, я думаю, они согласятся для того, чтобы, ну, да, строить то гражданское общество, в котором мы мечтаем, да, с вами? Ну, смотрите, да, вот. Кроме этого, что нам нужно делать, Эминерс? Вот сейчас я вам скажу, да, вот смотрите, сейчас вот на выборах я, будучи уже членом избиркома, да, я, значит, проезжал, смотрел, уже, значит, на выборах 19-го года, да, наблюдатели, значит, члены избирательной комиссии с правом совещательного голоса, как правило, пожилые люди, пожилые люди, да, ну, будем говорить, они просто исполняют роль статистов. Как правило, да. Да, как правило, они закон не знают, да, значит, с гаджетами не могут пользоваться, да, документировать вот эти вот, видеозапись не могут, да, поэтому нужно готовить этих людей, значит, учебу проводить, да, желательно подключать, допустим, студентов юридического факультета, да, активных этих граждан, да, которые симпатизируют, да, значит, да, которые неравнодушна судьба нашей республики, да, их готовить, вот, понимаете? Дальше, готовить юристов, которые специализируются, допустим, по кондиционному праву, для чего? Вот много выборов было, значит, выборов, да, две компании были, да, значит, много нарушений было, значит, да, нарушений, допустим, административного характера. Не могут, вот сейчас у нас есть партия, мы обрабатываем сейчас, да, материал видеозаписи, да, не могут правильно оформить иски, хотя мы-то же записывали, да, а вот я взял, значит, с собой методичку, выпущенную избиркомом, да, вот смотрите. Циком, да, циком, да, значит, такой есть состав административный, это статья 5.24 КОАП, нарушение установленного законом порядка подсчета голосов, определение результата в его референдуме, да, вот смотрите, в чем она проявляется, я вам, значит, прочту. Нарушение очередности избирательных действий при подсчете голосов. Есть нарушения? Есть нарушения. Встречается? Конечно. Конечно, да. Дальше. Подсчет голосов лицами, не являющими членами УИК с правом решающего голоса. Ну, здесь навряд ли, да? Дальше идем. Подсчет голосов не сразу после окончания голосования, а спустя некоторое время. Встречается? Конечно. Встречается. Параллельная работа со списком избирателей и с избирательными бюллетенями. На каждом шагу оно встречается? Да. Дальше. Нарушение правил погашения неиспользованных избирательных бюллетеней. Тоже встречается? Возможно, реже, но встречается. Вот в этих компаниях. Дальше. Нарушение последовательности вскрытия ящиков для голосования. Встречается. Встречается. Вскрытие ящиков для голосования без предварительной проверки поврежденности печати на них. Нарушение правил сортировки бюллетеней при подсчете голосов. То есть, есть очень много форм нарушений. Да, есть очень много форм нарушений. Есть видеозаписи. Есть видеозаписи. Есть все нарушения. Но это те же методы, чтобы влиять на... Да. И тогда можно с полным основанием говорить о том, что выборы прошли многочисленными. Счастливыми нарушениями. Ну, я вот говорю о том, что мы должны сначала развить в людях желание, чтобы они делали вот так, чтобы они были активными. Чтобы они пошли учиться. И вот как вот это вот, для меня вот это важно. Как людей разбудить до конца, чтобы они решили правильно. Уже многие вот благодаря этому протесту, да? Да. Благодаря Бату Сергеевичу, Дмитрию Трапезникову, да? Благодаря наши, как бы, мы пробудились. Вот насколько пробудились, я еще не могу понять. Но пользуясь этим, мы, как бы, я вот решил, как бы, чтобы люди научились выбирать. Вот я, потому что я это очень сильно хочу, поскольку я считаю, что это, это есть причина всего. Причина всех проблем. Как нам так повлиять на людей, чтобы люди пришли учиться, чтобы люди читали такие книжки, чтобы люди ходили на выборы. Очень вот вся аудитория, все те гости, которые приходят к нам и разговаривают с нами об этом, они говорят, да, вроде бы, тот процент, который приходит со мной сюда побеседовать, все согласны, все будут ходить обучаться. Как нам задействовать еще больше аудитории? Ну, я думаю, значит, вот эти прошедшие митинги, да, значит, какой-то дали толчок, да, значит, к появлению активности граждан. Ну, если все это правильно, все правильно, да, смотрите, вот, по выборам. Ну, там же много, значит, будем говорить, несправедливости, правильно? Конечно, я согласен с вами. Вот, допустим, я, как член избирковым с правом решающего голоса, я не подписал протокол. По итогам? По итогам выборов, да. У главы или в ВГС? Главы. Не подписал, потому что много было, значит, нарушений. Я сам был свидетелем, выезжал на эти участки, да, да, видел все это, понимаете? Хотя я сам непосредственно проводил, значит, учебу с членами, с председателем избирательных участков, с секретариами. Многие были недовольны, когда я, значит, вот эти вот ответственности, уголовные ответственности, административные ответственности, когда я начитывал, значит... Когда вы предупреждали. Да, предупреждал. Говорил, просто разъяснял, что вы несете ответственность, да. Многим не нравилось это, да. Хотя занятия проводил и прокурор, сотрудники прокуратуры, там, значит, там, да, тоже участвовали, да, члены, значит, представители ТИКа были, там, да, на этих... Меня даже пожаловались, значит, руководству избирком о том, что я, мол, запугиваю их. Благо я всегда свое выступление записываю на магнитофон. Когда он спиксируете? Да, фиксирую, да, я вот записал все, вот, раз, у меня спросили, я говорю, у меня есть запись своих лекций, говорю, да. Все это, вот. Тем более... А то есть на вас хотели как-то, что ли, повлиять, или жалобу какую-то рассказывать? Да, они, знаете, они даже... Привлечь вас в какую-то ответственность? Нет, я вот, допустим, я помню, хорошо помню, на одном из занятий, да, часть даже председателя вышла из этого, как его, из аудитории, из аудитории, да. Потому что вы стали им говорить, нельзя делать, наверное, нельзя нарушать закон, и он не понравился, не вышли, да? Да, особенно, знаете, когда я, помните, он говорил в интервью, интервью газете, да, где говорил о моральной стороне. Да. Что мы буддисты, что нам нельзя, это не понравилось. Вот как нам убрать таких людей из избирательных комиссий? Как нам убрать таких людей? Ну, вот, допустим, вот, смотрите, вот, что заставило вот этого председателя комиссии, да, он пожилой, пожилом возрасте. Ну, отличный вопрос. Я ему, я его предупредил, да. А он на тот период кем являлся? Где он работал? Он работал, я не помню, он где-то в Мезучилище работал кем-то, вот, да. Пожилой человек, ну, а самое смешное, да, смех и грех, как говорится, да, значит, я потом постановление о привлечении в качестве обвиняемого читал, значит, он, значит, там, следователь пишет, что симпатизируя партии, да, значит, любя эту партию Единой России, он, значит, пошел на это преступление. То есть... Ну, как это понять? Бумага же все стерпит. Да. Вот, любя партию, да, вот симпатизируя, и он пошел нарушил это все, да, вот из этих соображений. А на самом деле, как думаете, было? Потому что, знаете, я следователь, да, есть фразеологизм, да, вот такой, значит, Фома не верующая, да, значит, я тоже не верю в это, понимаете, вот это вот. Ну, многие отмечают, что кто их сподвиг на это, вот всегда почему-то у нас не выясняется. Ну, кто-то, видимо, неужели вот это все это? Он пошел на нарушение, я его предупредил. Нет, он пошел на это все равно. Мы записали, значит, смотрите, не вздумайте там, это самое, прессифицировать. Тем не менее, он пошел. И итог какой он, так, 80 тысяч штрафов, по-моему. Вот смотрите, допустим, нашумевшие это самое инцидент на Альсахулаево, да? В том же году, да? На тех же выборах. Значит, там она поставила, значит, да, видимо, видеозапись, да, вот телефон, да, и вышла, да, записал, записали, да. Там путем броса был. Ну, а здесь же, знаете, изощрение, то есть, ну, как это вот, озвучили, там же были все эти, да, представители штук-179. Все знали уже, на видео зафиксировано, на запись зафиксировано, вы его предупреждаете, не вздумайте, мы все записали, а он делал, делал и так. Самый главный вопрос. Ну, я знаю, я уверен, что не из-за того, что он любит партию Чиндерсии. Из-за чего, я думаю, что, ну, кто-то порекомендовал ему. Кто-то? Ну, здесь много, значит, полюб. Ну, мы с вами понимаем, да, кто. А вот в таком случае тогда, да? Вот. Чем тогда, ну, порекомендовали ему? Может, кто-то пообещали? Чем они руководствуются? Да я понимаю, я вот знаю то, что, например, эти штрафы, которые ему назначили, те, кто его рекомендовал, не будут за него платить. Ну, я, я... Они его, как, не уберегли же эту главную ответственность? Не уберегли. Ну, я не могу, я как правоохранитель, я не могу говорить, что там, ну, я думаю, что-то самое. Вы сами, что объяснять здесь? Понятно, да? Конечно, бросили все. Ну, как же приманать, так и здесь. Люди сами отвечают. Еще, я же, помню, я вам говорил, что под утро выдали, да? Да. Под утро выдали, уже, я же говорю, Явка низкая, уже все подсчитали, тем не менее, там какие-то там эти основания, обоснования, что то-то, 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 проводились, видимо, с кем-то, программа за них, а это там, то и так далее. Ну, как так? Я говорю, я понятно, когда, допустим, много бюллетеней, всю ночь работает, там, да, большое количество избирателей пришло там, да, это еще можно понять. Но здесь я же говорю, Явка низкая была, да? Подсчет закончился где-то, ну, пусть, 12, пусть, допустим. Ну, все. Что-то можно делать после рецены? До утра, да, до 8 часов. Что делать можно? Согласен. Ну, я, значит, вот, как бы, да, заканчивая блок про выборы, да, что вы посоветуете нашим жителям, республике, вот, в направлении выбора, вот в этом направлении, в этом движении, и тем же членам комиссии? Что посоветуете? Во-первых, я советую, что, активно участвовать в выборах, да, значит, ну, на досуге почитайте закон на выборах, федеральный закон, да, значит, не будьте равнодушными, да, вот эти вот, видя, значит, какие-либо нарушения, вот, скрывать надо, понимаете? Вот, смотрите, пример такой, значит, закончив следствие, да, следователь направил к наму избирку, пресс-публиканские, да, представление о том, что, значит, нарушено здесь, да, законодательство, значит, и принять... Да, обостранение мер... Как частное восстановление? Да. И решить вопрос с председателями ТИК. Значит, мы проголосовали, значит, строго, строго, значит, привлечь, вплоть до, это самое, исключение, да, тем не менее, их оставили, опять же. На тех же участках? Да, вот, председателя ТИК, и Кибрульского района, и Лестинского. Оставили, да. Ну, хотя, хотя, помните, когда, вот, выборы, значит, в Владивостоке, Панфилова со слезами на глазах говорила о том, что на местах, да, она даже, ну, я видел, сюжет показывали, телевизионный, значит, она говорила, что на местах, субъектов, правоохранителей, там, значит, судебные органы, правоохранители, прокуратуры, да, некоторые представители вот этих, значит, срослись с коррупцией, вот. Когда, помните, взяли, свет отключили, там, пожарники зашли, там, в помещение. Ну, хорошо, а вот, еще один вопрос у меня, да, вот, вы сказали про выборы у Народных Урал, давайте, поговорим про выборы в главу. Давай. на мой взгляд, на мой взгляд, как у нас есть, да, вот, гегемония партии Единой России, так же у нас и гегемония, у нас в избирательной комиссии, ну, тот же, простыми словами, люди долго сидят на своих местах, засиделись, тот же председатель, избиркома, Дегрекалов, заместитель Бадугинова, да, даже, они засиделись, при них уже на вторых выборах не допускают реальных кандидатов к регистрации в качестве кандидатов, понимаете? Давайте об этом правлении поговорим. Давайте, ага. Что вы скажете по вот этому, что Мацаков, что Манджиев, мы знаем, да, вот это все, почему я считаю, что суть выборов, да, в том, чтобы, наоборот, выявить достойных людей, выдвинуть достойных людей, которые будут участвовать в выборах, для того, чтобы наш калмынский народ, мы, жители республики, определили для себя лучшего, а убирать человека из-за того, что не хватило одной или две подписи, при этом, так сильно стараться для этого, юристом, Шавунова, там, у них там еще девочка, я не помню, стараются, выкручиваются, такие постановления пишут, да, и при том, что другим кандидатам, телеспойлером, он раздает буквально вот эти подписи, да, за один-два дня, да, скажите нам по поводу вот этого, расскажите, пожалуйста, поподробнее, вы же внутри это все видели. Я, значит, тоже вот противник таких историй, да, допустим, несправедливо, я считаю, поступили, Манжиевна, нам с вами, да, вы, да, я даже, я даже, я подписал, значит, письмо в адрес, значит, ЦИК, да, потом готовили, значит, письмо, что, значит, вот помните, пресловутые муниципальные группы неправильно поступили, конечно, я считал, что, допустим, если бы кандидат сильный, он должен был допускать, да, значит, на выборы, вот, и в равной борьбе, он бы, допустим, тот же Хасиков, да, если бы выиграл, выиграл в равной борьбе, да, уважение к нему было, а так, понимаете, получилось, что неравные выборы получили, вот, административный ресурс, пресловутый, так же, да, помните, какой десант сюда приезжал, значит, где-то порядка, по-моему, десяти министров приезжали сюда, значит, если, допустим, я так, по своим рассуждениям, значит, сделал вывод, где регион слабый, где кандидат, ну, вызывает сомнения про прохождение, да, туда направлялись, вот, чем слабее кандидат, значит, большее количество министров направлялось, вот, так же было, вот, различные обещания давались, значит, помните, вот тот же мутко, а сейчас где мутко, мутко нету сейчас, вот, выбор, я тоже, помните, вам говорил, что я выбор, итоги выборов не подписывал, значит, есть, мы, кстати, не я еще, и еще представитель от гражданской платформы, гражданской платформы, компартии, я знаю, я знаю эту историю, ну, зачем, зачем наши земляки, жители нашей республики, представители других партий, да, члены избиратель комиссии, ну, других партий, да, зачем они проводят такие действия, специальные действия, для того, чтобы не допустить кандидата, есть ли смысл выборов, выбрать из достойных, самого достойного, ну, это, знаете, последствия вот этих застойных времен, помните правление Грежейного, да, потом Орлова, да, это на каждом шагу это все было, нарушения вот эти, да, потом, я говорил о том, что, я перебью, я считаю, что это хуже, чем вот совершать преступления, подделывать результаты, там, я считаю, что это хуже, намного хуже, и с моральной точки зрения, это аморально, для своего народа, для своего народа, да, вот смотрите, ну, здесь будет так, подоплека какая, ну, вот говорят, вот я работаю, там, да, уволят жену, сестру, там, мужа, там, брата, да, я считаю, что принципиальным нужно быть, выразить свое мнение, да, не бояться этого, да, я как юрист говорю, ну, как, допустим, как он, допустим, основанием привлечения его, он вышел, проголосовал, да, да, как они его могут привлечь его, так же? Ну да, для тех же митинги, мол, люди вышли, как их могут привлечь, допустим, в большом количестве, правильно? Согласен. за что, как вот, за то, что он пришел на митинг, я понимаю, там, который, вот, как получилось с этим, как его, с митингом, недавно, в феврале, с ТГШ, с ТГШ, мы об этом попозже поговорим, Владимир Ильич, вот, вы не ответили на вопрос, должна ли, вот, руководство избиркома сейчас уйти, сменяем, да, должна какая-нибудь? Я считаю, да, да. Я тоже, согласен, помню, я считаю, на камеру могу заявить, что Декалова, что Бадугиев, они враги калмыцкого народа, я в этом полностью уверен. Потому что, ну, такие же, как Хазачко, вот так вот, сидят они уже по несколько лет, здесь ничего толком не делают, то есть, не дают людям выбрать достойного кандидата. Да опустили бы они этого, Манджиева, да опустили там Баба Дгаева, помните был? Да, да. Да опустили бы Баба Дгаева бы, ну, ничего поучаствовал бы человек, ничего, ну, у нас был бы выбор, мы промониторили. Мне дали, с пользой, раздали им эти, как, списки депутатов, чтобы они, подписи депутатов и все. Да, даже была история о том, что Баба Дугинова приняла в коридоре у Хасикова документы, ну, я, ну, к этому возвращаться не будем, но я вот согласен, мне хотелось услышать ваше мнение. за том, что, меня има я должна, все, потому, тем более, я же говорю, вот самое, вот это, много было нарушений, да, вот, как его. Почему народ молчит? Ну, вот, я же вам говорил, что бюджетники, да, уволят, зашуган, боятся. Ну, нужно быть более принципиальным, можно говорить. Конечно. Владимир Владимирович, вот такой вот, вы родились в местах спецпоселения, спецпоселения, да? То есть, в городе Новосибирске, в 52-м году я родился у нас. Давайте прокомментируете, как вы, как спецпоселение, как родившееся спецпоселение, относитесь к ситуации вообще по высказыванию Владимира Штыгашева. По Штыгашеву, значит, здесь, значит, верх возмущения, значит, смотрите, вот Штыгашев, да, значит, по статусу в Хакасии он, значит, второе лицо, так? Председатель, значит, Зак Собрания, ну, Верховного Совета, да? Да. Второе лицо, значит, по статусу. Значит, помещение, в административном помещении Верховном Совете, да, помещение, значит, да, под камеру, да, значит, высказал такие, значит, ложные обвинения, ложные. Тем более, знаете, он детализировал, живописал, значит, зверство, там, это, там, да, количество приводил, значит, потом сведения о том, что вот казаки с фронтов придут после окончания войны, там, подвергнут, значит, изберению жителей калмыцкой национальности, проживающих, допустим, в Ростовской области. Где это он взял, все это? Детализировал, да, ссылается на ГКО, что Сталин сказал, что это. Но это же неправда. Неправда. Согласен. Зачем это, все это нужно было говорить? Там, в преддверии, значит, повестка дня, я не знаю, какая была, да, но в преддверии праздника, вот такого, великого дня победы, да, такие вещи говорить, да. Это, значит, не в сетях где-то, там, не маргинал, я же говорю, статусное лицо, второй человек, значит, ну как это так? На официальном заседании своего парламента. Парламента. И меня удивляет, знаете, еще реакция наших властей, властных структур, молчание вообще. Ну, надо было как-то отреагировать, да. Вот смотрите, хакасские, самые представители парламента, там, ЛДПР, обратились к своему прокурору, субъекта, да. Провели экспертизу. Провели лингвистическую экспертизу, провели, значит, да. А у нас молчат здесь, молчат. Нет, что-то там, я видел, что-то хурал, что-то писал там, я так, видел. Ну, Хасикл пробормотал что-то. Да, промолчал, порекомендовал впредь и там, продолжение. Да. Здесь, наоборот, он должен был перейдить, как говорится, да, выступить, осудить. Ну, такое робкое какое-то в Инстаграме там, да. Но потом-то, смотрите, дальше вообще там эти события продолжались, а молчание, значит, да, какая-то блокада, ничего здесь нигде, не ветеранские организации. Да, так же? Да. Молчат. Тот же совет старейший, значит, реакция какая-то должна быть. Не СМИ. Ну, мое мнение, здесь самая главная, самая важная реакция должна быть исходить от руководства. Конечно. Глава республики и народных ходов. депутатов, Госдумы, Совет Федерации там, представителей. Ну, я думаю, вот они должны были выразить четкую, жесткую позицию в отношении этого высказывания. Все здесь с тем, что они этого не сделали, вы сами знаете, да, у нас пошли волнения, то есть пошел митинг. И власть сама как бы создав такую ситуацию, сделала так, чтобы люди вышли на митинг, митинг прошел, его назвали несогласованным, и сейчас начинает привлекать активистов. То есть Валерия Антоновича Бадмаева как организатор уже привлекли. Привлекали Матвееву Ларису, по-моему, я видел вчера интервью, но я не знаю, привлекли, не привлекли, я точно не знаю. Протокол составит, что я что-то пропустил. Но на то, что она объяснение давала, я тоже. И сейчас опять же митинг будет 29-го числа. Согласитесь ли с тем, вот с моими доводами о том, что власть сама заводит себя в тупик именно в той ситуации с Аштегашу, где могла заработать определенный бонус? Конечно. Да. Правильно. Их молчание вот сподвигло людей выйти. Ну, официальная власть должна реагировать на такие высказывания. Понимаете? Вот будем говорить, смотрите, калмыцкий народ, вот я же говорю, мы на протяжении длительного времени, когда пришли сюда, на юг, на Нижний Поволжье, Северный Кавказ, мы всегда защищали южные рубежи, южные рубежи, с приходом Советского Союза. Приходом калмыков набеги крымских татар прекратились, да, постоянно, постоянно защищали, да, мы большую роль сыграли в присоединении Крыма, значит, калмыки, да, вот хана Буши выставлял, значит, два тумена, да, значит, вместе с запорожскими казаками, донскими казаками, хотя, количеством выражений их было меньше, а наших воинов было порядка 20 тысяч, мы большую роль, ну, конечно, большую роль сыграли. Ну, да, у нас было же очень сильно развито казачество, да, казачество, вообще, южные, допустим, нас цари привлекали сейчас по-другому, как бы, история рассматривается в другом ракурсе, да, мы будем говорить, усмиряли бунты Некрасовцев, Булавина, Степана Разина, вот, это по поручению правительства нас привлекали, значит, видели у нас, значит, как бы, большое подспорье, правильно, то есть, на страже мы стояли, вот, дальше, теперь, вот хану Буши, я читал записки о Кавказской войне Потта, да, Потта, генерал, он пишет в своих дневниках, что, значит, хану Буши сделал больше для присоединения Кавказа, чем все русские генералы, больше, а тут же, вот, Ставропольский краевед произлетели, он говорит, калмыцкий народ, значит, у калмыцкого народа был подорван подорван генофон, потому что мы все время участвовали, все время, да, вот в его книге известной, наши калмыкии, по-моему, так называется, он пишет об этом, вот, все время мы стояли на страже, вот, и, а роль, роль, значит, калмыков, воинская доблесть, да, как бы, она умаляется, знаете, сейчас, намалчивается, вот, в свое время, я где-то, я читал, что, вот, некоторые монархи Европы просили, значит, у российских императоров, значит, калмыцкую конницу, по-моему, польский, этот, король Август, он просил, значит, именно калмыцкую конницу, повоевать, да, нет, что ли, очень у нас, вот, я, я вчера тоже у нас была беседа с Максимом, Цаицидином, тут уж мы записывались, вот он, вот он, у него такое вот мнение, вот у него такая идея, он очень хорошо знает нашу историю, и он говорит, то, что если мы вспомним, кто мы есть, мы вспомним традиции, обычаи, языки, духовность, мы поймем, почему эти были, почему именно наши, там, в определенных ситуациях делали так, почему придумали такие традиции, мы поймем, кто мы есть, а его, он вообще говорит, мы калмыки, это вообще супернарод, и если мы вспомним, то у нас все будет круто, потому что мы, ну, не будет у нас плохого, будет все хорошее, все достойное. Потом, не забывайте, у нас же был статус калмыцкого ханства, у нас же были, какие, межгосударственные отношения с Россией. Мы не были на правах шоу-убъекта, мы на равных правах. Конечно. Певедор Первый сам на нейтральной территории встречался в своей колледже. Вон, когда, да, встреча была на нейтральной полосе, помните, она в картинах у наших художников. То есть, связи с тем, что у нас очень огромная история и обзывает нас предательными, безосновательными к этому. Да. Вот смотрите, даже вот на северном Кавказе, вот в охране рубежей, мы еще, здесь можно упомянуть еще и кабардинцев. У нас и династические братья были, помните? Да. Хансов Джан, Да, да, династические братья. Вот, с Кабардой. Черкасский, князья Черкасский, Каспулат, союзный раз в охране южных рубежей. То есть, мы очень многое сделали для России. Очень многое сделали. Очень многое. Из всех народов, да, нас никто не присутствовал. Вот смотрите, взять, помните, сколько, 20 автономных республик было? Я точно не могу сказать. 15 союзных и 20 там с лишним автономных республик. Я уже забыл уже. народы по Волжье, будем говорить, присоединены, правильно? Царизм в свое время. Народы Сибири, народы Сибири также присоединены. Только мы пришли, празднования, сами пришли, основали здесь, и мы по праву празднуем вхождение в состав России, а остальных практически народы были насильно завоеваны. В свое время завоеваны. Я с вами согласен. Вот такой вопрос. Немножко будет для вас провокационных. Вы, как бывший милиционер, как вы относитесь к тому, что сегодня ваши коллеги, уже полицейские, ваши коллеги оформляют на наших активистов, я имею в виду пока Валерия Антоновича, за митинг, который он организовал в честь поддержки памяти, защиты наших предков, наших репрессированных предков. Вы, как полицейский, сделали бы это? Ну, смотрите, я бы, я бы, как полицейский не сделал бы это. Смотрите, трагедия, да, вот, депортация, да, она же коснула всех семей, да, у тех же сотрудников тоже, это самое, есть же родственники, близкие, да, которые пострадали, да, вот. Ну, пример, яркий пример, по-моему, митинг у наших соседей, в Чечне, там же, в Чечне, когда границы определяли, да, там же тоже стихийный, стихийный народ вышел, стихийный, вот, и там туда бросили Росгвардию и полицию, а некоторые сотрудники отказались, стали стеной и не допустили вот этого разгона. за министр игрушка вы вышел с СОБРом или с ОМОНом встал и по-моему, они же потом последствия были ввольны, наверное, я так думаю, да, вот. Я понимаю, здесь надо, здесь как-то вот было осторожно, допустим, у тех же судей, правильно там на митинге я сам присутствовал, у тех же тоже родственники, вот как они будут сейчас принимать решение судебное, совесть позволит им? Судья? Да. Ну как это так? Мы с этим сталкивались уже. Ну это затронули глубины и чувства предателей наделить полностью, народ предатель. Это потом аукнется, когда уже в последующем на бытовом уровне будет там, да, все это, калмыки предатели этого. Такое выступление я слышу, знаете, как в постсоветское время впервые, раньше это мы говорили, я помню еще, пацаном был, помнил, да, там это не предатель это и так далее. Потом это все забылось сегодня. А здесь опять это самое напомнили нам. Как вы думаете, для чего Штыгаш? Вы можете предположить вообще для чего и зачем Штыгаш? Я даже не... Самый главный вопрос, зачем он... Я даже не знаю, или не пойму. Предположить можешь? Говорят некоторые, что там возраст, там, да, размерует человек, да. Непонятно вот это. Мне кажется, так вот. Ну это как, он же ответственный человек, он же тоже, тем более, я же говорил, он детализировал, откуда он взял эти самые, вот эти сведения, цифры проводил. Потом еще сливался на какие-то секретные документы. Да, вот как его, да. Комитет обороны, он ссовался, что Сталин, что упал, там же сценограмма должна быть какая-то, понимаете? Где-то он читал сценограмму. Но он сказал, что скоро эти документы обовлекуют же вам. Свои речи говорят. Это секретно, но скоро их обовлекут. А вот такой вопрос, я так понял, что вы активно пользуетесь интернетом. Да. Да. Вот вы, наверное, видите, да, что творится в Калмыкии в интернет-пространстве. То есть шлистом массовой информации. То есть на одной стороне мы, активисты, размещаем свою информацию, публикуем свои статьи, посты на своих аккаунтах в специальных группах, в соцсетях и, естественно, провластные СМИ. Вот я бы хотел, как вы, пожилой человек, обладающий очень огромным опытом и с высоты своих пожарных лет прокомментировать ситуацию с следствием массовой информации, наверное, сегодня, вообще с интернет-пространством, с новостными вот этими как бы издательствами. Вот так вот. Что бы вы сказали по этому поводу? Ну, позиции СМИ нашей республики неоднозначны. Вот смотрите, они, допустим, помните высказывание Нарлова, да? Помните, он говорил, не бойтесь критиковать, да, власть не должна зарастать жирком, критикуйте смело, да? Ну, у нас же СМИ все время официозы. Ни одной критической статьи нет. Ни одной критической статьи нет. Это вы имеете в виду провластных? Ну и государственные издательства. Да, государственные. Ни одной такой критической статьи, что там какое-то допустим, журналистское расследование какое-либо там, коррупцию. Смотрите, сколько у нас привлечено людей из провластных структур, правильно? Пресловутая левокомка. Пресловутая левокомка, да? Сколько там погрело на этой левокомке, значит, людей денег загребли. Она, по-моему, где-то, я не помню, 5-6 миллиардов, по-моему, стоимость вот этой. 2, по-моему, 5, по-моему. Лучше 5, да. Взять вот эти проекты федерального центра, они же, значит, в тот период они, будем говорить, разворовывались, тоже водохранилище, тоже мясокомбинат. часть мясокомбинат, тоже вот, я так отслеживаю, да, как бывший правоохранитель, смотрю за ситуацию, да, вот забыли, помните, деньги Яхабашвили, когда пришли? Они же как сделали здесь? Часть денег они поместили в фонд, фонд при правительстве и все-таки Калмагии. Из этого фонда, когда, я помню, такой сюжет был, значит, когда Валерий Бадмая на одну из встреч с Орловым вопрос задал, вопрос задал, нет, ни копейки, республикатские, не ушли туда, на мясокомбинат. А деньги-то в фонд Яхабашвили были помещены, то есть схема была какая-то, да, помещены и туда ушли опять, а там потерялись они эти деньги. Благополучно растворились. Дальше, потом, теперь такой вопрос, допустим, соглашение какое-то было с этой фирмой, да, а оказалась эта фирма какая-то вообще, помните, у этого диспредседателя, краса Бенда, герои там были, здесь председатель, фонд был такой, здесь председатель, фиктивные конторы, рога и копыта. Будто фонд создали, и где-то порядка 150 миллионов, где-то, и сейчас пока, ну, поручено было МВД, и я не слышал пока вот это самое, что где-то, ну, или может быть расследуется, дело, ну, не слышно про эти вот это, вот, а как фирму проверяли, юристы там же в правовом отделе есть, ну, как они, они же должны проверить, где есть способность этой фирмы, что она себе, а там, оказывается, уставной капитал там какой-то маленький был вообще, и, правда, иностранное название было, там какое-то такое излучение, да, фактически это пшик, как они это самое, заключались, проверьте, никакой не было, что ли, тогда, сейчас тоже прослеживается вот это, то есть, и на наши местные СМИ, на это еще не было, не обращаясь, недавно, якобы, мэрия, или что, там какой-то турецкий бизнесмен, или тот, а там тоже такая ситуация, вот она улична, какой-то там, установленный капитал, это сами, я видел, это, вот, и вот, заключительный вопрос, наверное, да, не могу не спросить, как вы относитесь к назначению, к нам в город, к нам в столицу, трапезникову. Трапезникову, да, ну, вот смотрите, ну, сейчас Сурков ушел, да, значит, его, значит, его нет, Суркова, но, я так считал, что, трапезника, это протеже Суркова, СДНР, так и есть, вот, да, вот смотрите, правильно, там, начать, и говорят, и что, значит, он может быть не рукопожатый, трапезников, почему, потому что, допустим, санкции против ДНР, какие-то, есть же, так же, да, вот, согласен, и там они отслеживают на Западе, значит, кто такой, трапезник, он там прекрасно знает, понимаете, согласен, и там какие-то будут у нас, в последующем, если там изберут, там это самое, осторожничать будут, там различные делегации по линии вот этих, по Братимову и так далее, чревато чем-то, может быть, сомнительные, потому что, нужен он нам здесь или не нужен? Я считаю, что, вот смотрите, он не нужен, да, вот смотрите, много у нас ребят закончили престижный лузу, да, ну, конечно, если, допустим, сыграть на патриотизме, здесь национальная идея должна быть какая-то, понимаете, которая должна объединить всех, ну да, чтобы шты работают, республику, как бы, поднять, вот, допустим, кандидатура в правительстве, мне нравится, пришел топ-менеджер из этого, Джанглин, закончил у него престижное образование, да, мне кажется, он человек на своем месте, а вот, ну еще не показал себя, но образование, и как человек хороший, вроде так, вы видите, Саудовская Аравия, в известных фирмах работал, ну, нефтянки, компетенции есть, компетенции есть, языки знают, все, вот у таких надо подбирать, и здесь тоже, значит, неужели у нас нету таких, как его, ну, почему-то у трапезникова есть, патриотизм, калмыцкий, да, потом вот эти вот, есть вот у Гоголя, маниловщины, да, вот эти вот, помните, он замки хотел строить, манилов, герой Гоголя, он точно, точно такой же, да, небоскрёвы, потом остановки какие-то, да, вот, ну, за заключение, хотел бы, чтобы вы пожелали нашим подписчикам, что-нибудь от себя, с высоты своих пружинных лет, своих знаний, что пожелали нам, молодежи, подписчикам нашим, значит, я, дорогие друзья, да, значит, я желаю, значит, активно выражайте свою жизненную позицию, учитывая ситуацию, нужно больше, значит, приходите на митинги, выражайте свою ситуацию, вот, чем больше вы придёте, тем меньше, значит, будет привлекать к административной ответственности, всех не пересажаем. Спасибо, что пришли. Спасибо. Спасибо.